Всем привет! Ну что, продолжаем наше с вами расследование. Сегодня наш с вами подписчик, зритель канала Железноставка отправится в отдел полиции Голландии, отнесет туда компромат на Гафарова. Мы с вами все это понаблюдаем. Но в самом начале я хочу вам сказать, что мы находимся в моем бюро детективном, где ни хая нет, но благодаря вот этому всему, чему нет, мы можем найти любого. И в конце видео я вам дам ребус, загадку, самую сложную загадку вашей жизни. Если вы ее разгадаете, то мы узнаем с вами, где живет Эрик. Именно этого нам будет достаточно, чтобы встать на его след. Кто такой Гафаров? Человек, который создал в России финансовую пирамиду, быстренько убежал в Турцию, незаконно получил гражданство. Почему незаконно? Потому что получал его, когда уже был в международном розыске. Там познакомился и с бандитами, и с террористами. Ушел к ним ко всем под крышу. После произошла перестрелка, потому что люди хотели забрать свои деньги. Перезошла перестрелка в центре Турции. Эрик, в сторис у себя, даже говорил близкому Ажиеву, тот, кто непосредственно внесен в Россию в список террористов, о том, что он соболезнует погибшему его близкому человеку. Короче, после этого Эрик уже с ними начал ссориться. Все, дружба закончилась. И они его, в общем-то, попытали. И утюгом, и чем угодно. Забрали бабки. Он всех лбами там, кого можно, свел, всех переругал и свалил из Турции, если вы смотрели последний выпуск, в Амстердам, в Голландию. Я не буду вам все это подробно рассказывать. Посмотрите отдельно плейлист. Там и про шантаж в машине, когда еще эриковские подельники находились в России. Там и про то, как мне звонил губерниев, киржаков. Как все вот эти женщины жаловались, кого он кинул, с детьми, многодетные семьи. Короче, это в отдельном плейлисте. Сегодня мы с вами продолжаем наше расследование и отправляемся в Голландию. Потому что после последнего выпуска произошел огромный резонанс. И вы, подписчики, отозвались. Один из вас сказал, что готов даже сходить в полицейский участок. А другие просто сказали, что обязательно позвонят, кому-то там скажут, все прочее. В общем, вместе с нашим с вами подписчиком сейчас мы отправляемся в полицию Голландии. Я ему подготовил целый список о том, кто такой Эрик. Там ссылки, все дела. Его российский паспорт. Все, короче. Надо просто эти бумаги отнести в полицию Голландии и сказать, что такой преступник сюда прилетел. Имейте в виду, когда будете давать ему убежище политическое, либо там просто беженство. Якобы он украинец. Смотрим. Так, вот подписчик идет в полицию. Политии написано. Я буду стараться практически все видео молчать, чтобы вместе с вами смотреть, слушать. Впервые так же смотрю, как и вы. Не стал смотреть заранее, чтобы сохранить эмоции. И вот вместе с вами их все записать. Полития. Полития. Звери сами открылись, ребят. Охренеть. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо вам за оперативность. Это переводчик. Ну, как у вас дела? Хорошо, спасибо вас. Отлично. Приключения. Работаем. Она передала бумагу, которую я написал по-русски, она перевела ее на голландский, то есть у них компромат уже на Эрика есть. Вот она передает, и сейчас она будет его представлять полиции. Переводить, короче. Я не знаю, как это делается. Это как заявление. Он подался здесь на беженство, насколько мы знаем, там 3-5 дней назад. Ну, возможно, не на беженство, а на политическое убежище. Не 3-5 дней назад, месяц назад, 18 июня, по нашим данным, он улетел. Причем сказали, что здесь как местное МВД, они ответственны за то, что... Они могут как-то проконтролировать вопрос выдачи этого беженства, статуса или что-то такое. Да, за 3 дня. Я никому еще ничего не дал. Мы пошли в МВД по той причине, что нам сказали, что сразу должно попасть во все структуры. И в миграционную службу, и в отдел по терроризму, во все, во все, во все. То есть сказали, что это самый лучший способ. У них есть доступ. Я просто работаю в миграционной полиции тоже. И в миграционной службе все присяжные переводчики всюду работают. Она работала тоже в миграционной службе везде. То есть она как штатный переводчик везде работает. О чем это говорит? О том, что классный переводчик попался. Респект и лайк сразу. Потому что она уже знает, зачем она сюда пришла. Она не будет задавать лишь вопрос. Ой, я не хочу это переводить. Зачем? Все, короче, идет как надо. Я ничего вырезать не буду. Чтобы никто не говорил, что я вырвал из контекста. И чтобы те, кто знает тоже перевод, тоже смотрел вместе с нами и видел все в полном объеме. В интерполе работал фотографии. Он работал с террористами. Фотографии есть, спонсировал терроризм. А сейчас прикидывается гражданином Украины. Не показывает русский паспорт. И попадался здесь на политическое беженство. Его в Турции уже раскусили. И он поэтому смотался сюда. Обманул там систему безопасности. То есть там есть целое расследование. Видео, ссылки. И все есть. Паттан знает, о чем говорит друг. А вы какое отношение имеете к этому? Я просто знаком с тем, кто производит эти расследования в России. Ну, этот спецкор как-то корреспондент. Ну, он делает для телевидения видео. Но я просто живу в Европе. У меня жена полька. Я сам в Польше живу. И просто обратились, чтобы я помог сдать документы. Наша с вами задача просто дать правовую оценку ситуации. И оповестить полицию Амстердама и Голландии, что там есть такой-то, такой-то преступник. А там дальше уже будем с вами смотреть и делать выводы. Я вот чисто приехал сегодня сдать документы и поехать обратно к себе. Он создал еще в России очень большую пирамиду скам. Это связано со ставками. Обманул людей там на миллиарды рублей. Ну, безумные цифры. Бля, интересно. Чувак просто смотрит. В Турции, когда он на разборке, его друзей убили двух людей. Он пытается жутье нагнать и показать. И вот корреспондента этого, с которым я знаком, Андрей Элистаров, он его тоже заказывал. Какие-то бандиты черные следили за его квартирой. То есть ходили какие-то то ли, ну, какие-то ребята вот с гор. Может быть, он подался здесь на беженство. Они по-любому знают его адрес. Я могу помочь им сделать задержание его. Да ну нахер! То есть чувак просто, поехали, поехали, сейчас будем задерживать. Вот это я понимаю, упорство, ребят. Вот у нас подписчики. Вот это вот зрители, я понимаю. Мы с вами такой контент, ребят, будем делать. Охереть. Все охереть. У него нет украинского паспорта. У него турецкий паспорт. И у него российский паспорт он не показывает. Но мы им покажем, его дадим. Он показывает записи, что он якобы родился в Украине, чтобы под всю эту ситуацию с войной здесь шифронуться и остаться. Да, я там распечатываю российский паспорт, все передадут. Все у него бумага хвостит. Парень такой молодой, да? Завяжут на работу. Все умное лицо делает. Может быть, действительно сейчас чем-то поможет. Это террорист. Террорист. Террорист, да. Показывают фотку сажира, который признан в России террористом. Если они посмотрят на ютубе видео, там расследование. Просто там вся Россия. Просто он заказывает людей, чтобы кого-то убили, обвинили в чем-то. Если бы они еще знали бы русский язык, вообще прекрасно. Они бы, конечно, посмотрели. Рассказывает всякие истории, что якобы ему угрожает. На самом деле ему никто не угрожает. Он просто обманул всю Россию не один раз. Делал какие-то скам-проекты. Сбежал и стравливает бандитов всяких с террористами. То есть он в Турции такую грязь сделал. Там перестрелка. Я могу им ссылку на новости. Потом если надо, все предоставим, я Андрею или Старовой тоже почту, укажем, пришлют. Они убивали людей. То есть перестрелки прямо в Турции, в Стамбуле, в центре были. Красавчик. Субтитры сделал DimaTorzak. в Туркей два разные группы и они все остались и все они все остались и в России было много людей и подруги я говорю, что многие другие и многие другие и наоборот и наоборот и так же нужно так что он будет и обращаться я буду еще раздражать на мой коллега я купил флеш-карту могу тоже все это перекинуть им дать на компьютер на флешке просто здесь страна же спокойная вообще очень такую нечесть надо гнать отсюда сразу не приживалась андрей вот алистаров он раскрыл как раз он как бы показал как вот этот вот мошенник эрика фаров нашел эту дырку в системе безопасности турецкого аэропорта и сбежал как он с турции выехал он же там тоже там же уголовное дело идет разборки вы не смотрели когда посмотрите на ютюбе следите вот там же ссылки вас есть вы гляньте там это как фильм просто шикарный там как заказывают кого этого кого там убивают это реальная жизнь и парень красавчик то что он рекламирует он дает и понять что есть что посмотреть помимо ну вот узнали что он здесь поэтому надо сразу его но она тоже такая молодец я был вот реальный они же знают где он живет если он правильно если он подался на этот сатус беженства он дает паспорт он где-то живет они знают в какой квартире он живет он в лагере был двинка извиняюсь я вас в заблуждении он был в лагере 12 дней что такое и уже и уже выехал да он в какую-то квартиру он снял я сама ли что у него деньги есть он как бы кино невозможно типа снять квартиру но бабки есть возможно просто она думаешь у скорее всего менты типа не знают где адрес да я думаю знает том что незаконно вылетел в страну скорее всего они взяли какую-то расписку где ты будешь проживать уж непонятно кто это прилетело что он хочет как участвовать в это время депортация депортирует с нидерландов или не особо тоже нет вообще никак сейчас никак не депортирует россии сейчас нельзя запрещено а за террорист не знаю но даже если террорист депортировать россию тоже не будет по той причине что перелетов нет то есть это даже технически невозможно я так думаю конечно если им надо никого хочет депортировать но на данный момент никого да не убийц никого не будет его могут обратно в турцию кстати сейчас в россию не отправляют невозможно нет уже прямой безлезетно как нас его паспорт но кофе и в кофе мебель сам блоков и кошечка кошки он в полиции предложили кофе привет в этом загнивающие кофе попросили и он еще предложил какое вам угодно black это какой-то бардак просто не полиция ребят но разве так можно разве у нас где-то предложили кофе еще какой из вы че ребят на че вы это какой-то бардак он в кофейне пришел это постанова он пришел в кофейне он реально спасибо какую кофе даже можно выбрать какое кофе black капучино у нас польши не предлагают кофе в полиции у нас польши не предлагают кофе в полиции ребят даже в польше не предлагают кофе в полиции понимаете да это ведь я вам говорю это спектакль подписчик обманывает он пришел в театр это постанова студия все ну как как и кофе в полиции где это видно тем более у них там вот этом западе да понимаете сарказм лично у вас если вам какая выгода любая любая потому что вы не даете выгода ребят ну какая может быть выгода это у вас там на западе выгода мы отчество души на самом деле ну реально человек делает это от души и я уже много раз говорил скажу еще раз вот переходите в дорогу сбивают у вас на глазах кошку либо собаку у вас сердце дергается ради какой-то выгоды нет также люди когда осуществляют такую помощь они делают это из-за того что они не могут наблюдать за тем беспределом который происходит и когда он увидел что в голландии прилетел такой чувак за которым она наблюдал из одного ролика в другой да я могу посмотреть отдельный плейлист то люди вот это делают безвозмездно потому что они чувствуют за собой как какую какой-то долг обязанность перед обществом а кто-то не живут за за но там пас другое нет ну типа никакой просто если бы они видели видео вот этих женщин одинокой женщин там которые не в москве это на питер а там дальний восток тут все же раз за новосибирск дальше которые живут в деревнях там у которых трое четверо детей муж умер или бросил там дети инвалиды не хватает денег на лекарства на еду каких условиях они живут они брали кредиты вот это вреди скам проекты вкладываются в надежде что это решить их проблемы под высокий процент а потом хлоп и там пока она переводит ребят но на самом деле может быть кто-то забыл действительно забыла женщина кристину который-то у детей у нее рак от нее ушел муж она там 3 миллиона вложил ее хотели выйдут из квартиры и действительно были семьи с больными детьми есть переписки геррика даже им отвечал что ничего платить не будет вот еще ставлю фрагмент чтобы немножко напомнить у одних ребенок болел онкологии они просили деньги эрик ничего не давал у других умер от рака женщину кинули тоже на деньги у которой у самой онкология просто остаюсь тремя детьми на улице в россии точно принципиально не в один проект никогда в жизни не вложу в экономику российской федерации ни одного рубля потому что это гиблое место гнилая система и даже миллион рублей тут не да да конечно Продолжение следует... Где восстановились? Так мы нигде, мы проездом. Ну, ладно, окей. You speak also English? English, yeah. German, no. English, Polish, yeah. Russian. На английском? На польском? I'm living for four and a half year. And you came from? Russia. You lived in Russia? I lived in Russia before, then moved to Canada and lived with my wife now in Poland. А он с женой пришел? Yes? Ну, он дал понять то, что он из России, а то есть долго жил там в Европе, в Канаде. Ну, чтобы люди поняли, что это не заинтересованное лицо специальное, которое прилетело из России, да, что-то там сделать. Человек живет здесь, он просто, можно сказать, давно уже в Европе, и для них есть определенное понимание, что человек не заинтересован в этой ситуации, а он действительно ради личной какой-то там прерогативы, да, из-за личных переживаний делает подобный поступок, сообщает. Он говорит, я 40 лет уже работаю в полиции, он говорит, впервые такой случай, что вот так человек это сделал, да? Да впервые за 40 лет такое дерьмецо прилетело просто в Европу, ребят. Вы из Польши приехали сейчас из Голландии? Нет, мы были в Испании, в Барселоне, мы должны были ехать в Польшу, но мы поехали в Амстердам, чтобы сдать эту информацию и поехать обратно в Польшу. Красавчик. Итемный. Просто приехал в Голландию, чтобы сделать тему, ребята, тему-тему. Тем более, знаете, они просто нидерландцы, я сейчас часто езжу в последнее время, они добрые люди. Я знаю, что они очень гуманные, и такие люди хитрые, как вот этот человек, если они посмотрят расследование видео, они все поймут. Он настолько хитрый и подлый, он использует сейчас эту тему с войной, что он родился типа в Чернигове, но он никогда в Чернигове не был. Он как был, как родился там, его сразу перевезли в Россию, он в России обманывает, скамит в Турции, если бы они посмотрят новости, что он делал. И здесь будут людей убивать, просто через время. Это будет то же самое. Они могут просто посмотреть этот масштаб, его человек обманул аэропорт и вылетел с Турцией. Они не понимают этот масштаб, насколько это просто круто. Он россиянин, который просто получил незаконное гражданство в Турции, и сейчас хочет незаконно получить убежище в Европе. Что там на стаканчике написано? Ребята, он все походу мерц свой по стаканчику. Перевидите, кто знает перевод. Фотокопия у него есть настоящий русский паспорт. Он въехал по-турецкому. В связи с того, что вы мне всю информацию уже предоставили. Это не так? Мы у вас ссылки еще надо предоставить. У меня есть ссылки еще, то есть я могу ссылку дать. А если у вас какая еще информация есть, все, давайте, он у вас и вы знает, мальчик. Окей, хорошо. Да, ссылки на бумаги же не кликабельные. Ладно, чтоб они кликнули. Там ссылки на статьи из РБК, про перестрелку, про всю эту историю, чтобы более подробно знать. Но я думаю, они найдут. Что им там? Если им надо, в Google, в Яндекс пиши, переводчик, вбей ее. Хаис, где ты Хаис? Пока не забыл. Спасибо за информацию. Сегодня вечером мы ничем делать не можем и не будем. Коллеги будут дальше расходить. По ссылке. Окей, ссылки как-то передать им. Там есть статьи, где он заказан. Диа убийства, вот это все. Видео, заказ, заказ. А вы можете, аж айда, айд, 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 айд. А вы можете мэйлы на сфотком? А что за школы? Я могу им подарить в ваших колес? Если у них компьютеры, если они скинут, я их скину туда. А где-то у них есть. Если у них есть USB-стик, если у них есть компьютер, то, наверное, это да... Вы можете купить в ваших колесах? Да. Вы не можете купить чужую флешку в политике? Мы можем купить чужую флешку в политике. Ну да, чужие флешки не будут брать. Может быть, это русский шпион, который хочет информировать, с компьютера скачать не она и туда отправить да они найдут все что им надо вот это расследование ребятам с вами провал ссылки как она почту вы стать им или как или вы вышли день вот это мы с вами замутили расследование везде вы оставили у нас есть ваш телефон и номер вы дали флэги если вам понадобить информациюаз yet зимку вот тут нужно magнах конечно конечно как мы тогда пошли приехали в мое да я я я я и фидал архив 2 не вон а к вам and я поехали и на отдых Ci Detаль на английском и вы все равно еще раз вопрос чего вдруг не только я он он просто не понимает насколько это потрясло страну россию сейчас где-то человек 60 принесут такую информацию по всей голландии ну да мне очень много написал людей которые находятся в голландии которые готовы чем-то помочь он первый кто готов был прям в полицию перейти так что другие до . сообщат пусть готовятся они они будут первые кто это узнает но они знают не нужно сейчас вам тут их блеет мэрид оккует где-то 70-70 мэрид и вон онлайн и энерон и диндер готов к себе да так приобретели о железе агемеется и дефон базы байзин ом и новую кида лента нет а на зуба и зуба и зуба и зубы Это прекрасно, потому что я могу сказать, что сегодня это официально зарегистрировано в своем системе. Вот так мне сказали, что у полиции Голландии одна система, она там иммиграционная услышит, то есть он придет получать убежище, они им будут вопросики задавать и все прочее. То есть сегодня это будет зарегистрировано в системе, и, Ерик, про тебя все, что ты не рассказал, рассказали мы, не пальцы, мы тебе поможем. Это просто Голландия такая мирная страна, и там где-то человек появляется, там всегда будет кровь. Убийства, заказы, бандитизм, вся грязь. Они могут все это проследить, это везде, где он, в Дубае, в Турции, везде. Вот это очень важно, что он это предупредил, может быть они какую-то заметочку к этому поднесут. Они будут в будущем понимать, что делая ему здесь убежище, либо гражданство местное, то у них есть человек, который заранее это предупредил. Об этом все попало в их полицейскую сетку. И тот, кто даст ему добро на проживание в Голландии, будет скорее всего нести ответственность за дальнейшие вот эти вот моменты. И если что-то случится, придут и спросят, на каких вообще условиях вы ему дали убежище гражданства, если у вас заранее была информация, что он с террористами сидит. А вот мы с вами заодно и проверим, дадут ему в будущем убежище или нет. Отец, кончай базарить, езжай, Эрик, арестовый. Прямо сейчас. Видимо, в нашей системе у нас все будет. Очень хорошо, что вы это сделали. Спасибо. Это одна часть. Если все остальные 60-70 человек придут, еще изумительно. Будет все больше и больше информации. В итоге у нас будет полное досье. Это очень хорошо. Поэтому мне важно было в ваш номер получить телефон. Если что, мы с вами все связались. Поняли, ребят? Чем больше у вас будет тех, кто туда будет доносить информацию, больше будет формироваться досье на Ерико. И это им очень поможет в будущем. И миграционные тоже при принятии решения. А он не хочет поговорить с этим, ну, последний вопрос уже мой такой, с этим, с репортером? Я могу по видео позвонить ему. Я бы уже знал об этом звонке, ребят. Нет, потому что я это не буду делать. Я это не буду делать. Это будет другая идея. Это не моя возможность. Я это не буду делать, но я это не буду делать. Спасибо, не надо. Потому что я не буду вести это дело. Он говорит, я сейчас отвечаю, потому что сюда пришли, поэтому я здесь ответственный. Но это придется в другой отдел, который занимается этими делами. Отдел потирали. И другой коллега будет. Хорошо, допустим, такой вопрос последний еще, извиняюсь. Правильно, добивай. Если человек приехал с Турции, подался на беженство, обманул как бы Нидерланды, то ему будет отказ, правильно, беженство, и он будет его вернуть в Турцию. Хорошо. 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 Рюси. Хорошо. Хорошо. И он не Украинский. Он говорит, если там какие-то вот такие вот элементы попадаются, мы будем надеяться, что все их смогут выявить, и что с ними будет делать дальше, я не знаю, это совершенно другой уровень, это другой отдел, это иммиграционная полиция, и что они с ними делают, не знаю, просто. Позже вам другой. Совсем другой мир. Совсем другой мир. Поэтому по-другому. Пусть хературеевали причину. Ну, еще один, вам надо было в полиции работать. И мне тоже тот, который Серикову Тиффани Infinity, хотел сказать, принимал, тоже. Вы говорите, не там работать, вам надо было, типа, к нам, да? Чувак с адамарами сидит, а он в полиции идти. Он еще может, он еще молодая. Ты же за старый, что ли? А, что ты говоришь? Окей, спасибо. Ну, пистолет, ну, бля, бля, надо Ерико с этим пистолетом ехать, принимать. Зачем пистолет-то просто относить? Ну, хоть кофейку на халяву попили. Не, ну, красавчик, молодец. Так, и в итоге я последнее вам включу голосовое, когда он вышел из полицейского участка, что он мне записал. Все, там они меня благодарили, типа, спасибо, чувак. Потом он сказал, что, говорит, дело мы, говорит, зарегистрировали. Мы, говорит, ну, и когда уже мы начали выходить, он говорит, вам еще раз спасибо. Типа, мы, говорит, будем все проверять, так что не переживайте. Типа, если это все будет передана информация в иммиграционный отдел, и там, когда это выносится решение, все равно это будет видеть, ему могут задавать вопросы, а что это за такие у него фотографии были с ним. Короче, не так все ему просто теперь здесь будет. Я так сказал, он говорит, я это, он говорю, как этот процесс проходит, я не говорю, что будет 100% так. Это так, говорится, вы просто понимали, что они просто так приехали. Мы ему сказали, что просто нафиг. Приехали с Испанией сюда, и сейчас выезжаем на Польшу, типа, обратно. Красавчик, что я могу сказать, ребят? Конечно же, миграционная полиция теперь задаст больше вопросов и отмазаться Эрику, что я с ними судился, они меня пытали, депутаты все у меня в России отняли, и я вообще не из России, я вообще украинцы, уже не прокатят. Конечно, они уже попробуют разобраться поподробнее, потому что нахер им новые убийства от непонятного человека, который прикинулся украинцам, что-то там хочет пропетлять по каким-то ситуациям непонятным. А теперь мы переходим к самому главному. Где же находится Ерик Гафаров? Ребус, самый сложный Ребус, который был в вашей жизни. Давайте попробуем его разгадать. Перемещаемся в мой отдел полиции, где нихера нет, но нам этого будет достаточно. Очень сложный, загадка, которую вам надо будет разгадать, он действительно очень сложный. Где живет Ерик Гафаров? Он снял всего два сториса, два или три, по которым я уже могу примерно понимать, как выглядит его квартирка, которую он снимает. Возможно, в Амстердаме, может, и в Роттердаме, я не знаю, куда там Эрик захочет, а может быть и где-то еще. Итак, как выглядит квартира Эрика? Мы видим в первом сторис, где он жарит иишенку и говорит «Breakfast» это у нас называется. Мы видим четыре продолговатых окна. Раз, два, три, четыре. И между ними такое расстояние, в которое помещается телевизор. Телевизор. Понимаете, да? Все эти четыре продолговатых окна в пол. Понимаете, да, о чем я? Напротив этих окон, через окна, мы с вами видим красное кирпичное здание. Красное кирпичное здание, у которого есть окно. Даже вроде бы, наверное, не одно окно. Но это окно у нас, ребята, непростое. Оно с белой рамой-крестом. Там белая рама крестом. Причем этот крест непростой. Я облазил просто немеряное количество улиц по гугл-картам в Голландии. Я не нашел белое окно с крестом вот таким ровным. Там либо вот эта часть выше, либо эта часть ниже. В общем, белое окно с крестом – это редкость для Голландии. Вот так, ребята, выглядит Амстердам. Амстердам. То есть, на самом деле, это огромный город. Вот этот центр. Тут есть, значит, вот так вот у них идут реки. Ну, прямо как в Питере, да? И чем ближе, тем меньше домов с каких-то современных. Они все маленькие. Современные дома вот где-то подальше. А самые современные дома находятся вот здесь. Райончик так и называется. Вот этот райончик называется вроде типа Бостона. Новый Бостон, что-то типа этого. Далее. Что мы видим в следующем сторисе Эрика Гафарова? Мы видим террасу вот с этой стороны его квартиры. В золотой оправе. Вот. То есть, золотая такая вот оправа. Кстати, вот здесь оправа тоже золотая. Ребята, обратите внимание. Вот в этих рамах. Рамах, да? Вот. Сейчас я вам построю картиночку Ребуса. Там есть похожие дома, как у Эрика. Вот с такими же окнами, с балкончиками. Но фишка в том, что вот здесь нет этой террасы и нет напротив кирпичного дома. Я бы сказал, много таких домов. То есть, вы нажимаете прямо и едете. Нажимаете прямо и едете. И вот так вот крутитесь, смотрите, что-то увеличиваете. Короче, здесь я не нашел. Здесь, в общем, у него терраса. Терраса, как мы видим, по другому сторису. Она не простая, а немножечко крыша идет у него вот таким вот треугольником. Там стоит стульчик. Вот. А с этой стороны, в другом сторисе, мы видим с вами золотые перила. И зеленое дерево, которое стоит возле балкона. Соответственно, это, скорее всего, второй, либо третий этаж. Ну, разве до четвертого этажа дерево может дорасти? Вряд ли. Но вот, короче, мы видим дерево, да, с вами здесь. Далее мы видим в другом сторисе Эрика еще два окна, таких же тоненьких, как здесь, в пол. То есть два окна в пол еще есть вот здесь. И знаете, что я заметил? Короче, если присмотреться, что видно из другого сториса вот из этого окна, мы видим угол вот этого здания красного, которое видно у Эрика из окна. И вот здесь на углу буквы. Американские, заграничные и английские буквы. Ребята, видим буквы вот здесь вот в углу. Я даже присмотрелся и примерно разобрал, что это за буквы. Вот на углу соседнего здания, прямо вот здесь, висят буковки. Видите, какие? А я заметил. Первая буковка – Р. Вторая – К. Далее мы видим три вот таких палочки. Скорее всего, это Е, И, да? И последняя мы видим Т. Далее немножечко вот так вот чуть-чуть входит буковка, которая выше. Что это? Я думаю, маркет. Да, здесь, скорее всего, супермаркет, либо маркет, либо что-то еще. Но, по крайней мере, я разглядел именно вот эти буквы, которые находятся вот здесь. Также я нашел пирамиду. Пирамиду, ребят. Посмотрел по сторонам – Ерика нет. Нигде Ерика нет, ребят. Даже рядом с пирамидой его нет. Вот еще современные дома. Но нет вот этих вот окон с квадратным белым крестом. Закрыл, да, лицо от машины Google. Но это тоже не Ерик. Долго я искал Ерика, ребят, по совершенно разным знакам, по разным флагам. Но я не мог его найти. Вот, ребят, даже вот в этом кафе, в этом заведении нет Ерика нигде. Казалось бы, он должен быть здесь. Ну, должен быть. А его нет. Просто нет. Вот опять, смотрите, здание с такими же похожими окнами. Но нет террасы. И нет напротив дома, который нам нужен. И вывески на доме тоже нет. Ну, и чем дальше от города, тем меньше уже дома. Да и вряд ли Ерик будет жить в таких местах и ездить вот на таких автомобилях. Странно же, конечно. Не правда ли, ребят? Хотя, может, и пересядет на эту тачку. В общем, на чем нужно ориентироваться? Смотрите внимательно. Сейчас вы пройдете курс бесплатный по обучению Эндрю Детектива. Детектива, сыщика, да. Ну, вы поняли. Ищем красный кирпичный дом с белой рамой-крестом. Если мы его нашли, на углу этого дома должна быть надпись с буквами. Прямо на углу. Возможно, маркет. Возможно. Прямо через двойную полосную дорогу, либо через маленькую эту дорожку, должен быть дом Эрика Гафарова. С окнами, тонкими, длинными в пол. То есть узкие окна, вы понимаете, да? Длинные в пол. Четыре должно быть так. Возможно, там у него комната есть еще, потому что я увидел продолжение в его квартиру. Но нам нужно увидеть четыре этих окна. Далее поворот сюда. Два окна. Терраса и дерево. Все, это его квартира. Примерно второй этаж. Может быть, третий. Кто первый найдет эту квартиру в Амстердаме, в Роттердаме, может быть, в Гаагу он полетел. Хочет сразу пройти Гаагский суд. Да. Ну, что там, в голове у человека разная херня всплывает. Я дам 500 долларов. Просто в крипте, в чем угодно, переведу на ваш счет 500 баксов. Это нереально сложно. Я ездил почти весь Амстердам. Тяжело было найти, не нашел. Но когда вас много, и даже если ролик наберет 100 тысяч просмотров, и 1% зайдет в Гугл, поищет, а это уже тысяча человек. Понимаете, да? То, возможно, шансы на успех увеличатся, мы его найдем. Так что, вот так. Предположительно, Амстердам. Возможно, Роттердам. Может, Гаага поближе к морю. А может быть, это город Ассен. Почему Ассен? Потому что тот самый его дружок Тагир, который сфоткал в суде, и за фотку его выгнали, он подписан в Инстаграме на аккаунт аренда автомобиля в Амстердаме и отели в городе Ассен. Нахера ему отели в городе Ассен, если он собирается арендовать тачку в Амстердаме? Зачем ему туда ехать? Возможно, к Ерику. Но Ассен настолько маленький город, что я тоже весь его проехал. Нашел я вот это здание с такими вот окнами, но оно какое-то полукруглое, нет там дерева рядом, нет ничего. Короче, парни, ищем, разгадываем, пока Эрик собирает шмотки и переезжает в другую квартиру. Максимально распространяем видос. Почему-то вообще вы ленитесь, парни, распространяете видосы? Спрашиваете, а что так мало просмотров? Эти ролики должны играть миллион. Репостнули к себе на стену в ВК, либо в сторис, в соцсети с квадратными картинками, и все. Кстати, на мою соцсети с квадратными картинками почему не подписываемся? Там столько эксклюзива, там сразу все, что происходит после ролика, я опубликую в сторис. И наш телеграм с расследованиями, где дополнительная информация, которую нельзя опубликовать здесь, по ссылке в описании. И просто еще от меня чисто рекомендация посмотреть YouTube-канал Харчевникова. Это не реклама, у него больше миллиона подписчиков, ролики, наверное, больше, чем у меня. Мы просто с ним давно знакомы, частенько обмениваемся друг с другом рекламой. У Харчевникова есть маленькие короткие ролики, охрененные. Как при помощи компьютера дома вычислить любого человека? Кто вам звонит с неопределенных номеров? Кто вот эти женщины, которые пишут комментарии, что она одна дома с детьми, и зарабатывает 80 тысяч рублей? Короче, он просто там про Darknet даже знает все. Снимает охрененные выпуски. И вот эти маленькие ролики сделают вас намного умнее и грамотнее. Ссылку тоже оставлю в описании. Передаю вам в комментах, а в меня привет. Всем пока, ребят. Подпишитесь. Спасибо.